Новогоднее чудо. Сплошная линия разметки как формальность для тех, кто уже идет с Красной площади и для тех, кто на нее только собирается. Я сама из Москвы добралась нелегко, потому что там стоят вот эти фейс-контроли, а так, ну, довольно хороший-хороший салют. Новый год мне понравилось. Самый зрелищный момент праздника салют. Главный фейерверк в этом году особенный. С каждым залпом удар курантов с Пасской башни Кремля. Плюс семь минут, чтобы каждый, кто не определился еще своим желанием, смог его загадать. До самого боя курантов секретом была и погода. Сначала морозь, потом мелкий дождь, но стоило появиться на брусчатке Деду Морозу и произнести заветное... Новый год! И сразу пошел снег, а праздник приобрел всероссийский размах. Привет, скалуны! Привет, скалуны! Привет, скалуны! От Тайги и до Средней Волги, от Сибири и до Южных морей, почти 100 тысяч человек пришли на Красную площадь с поздравлениями, вроде бы и похожими, но разными адресатами. Привет, скалуны! Как с тобой с тобой? Привет, скалуны! Я поздравляю всех старатовцев, всех властей, с праздником всего этого! Латышки, в Крымле! Для третиклассника Димы Новый год на Красной площади это что-то вроде курорта. С одной стороны Кремль, Салют и Дед Мороз, с другой минус 5, почти тепло. В Москву Дима приехал издалека. В первый раз сюда пришел, вот и я очумел, когда... Очумел? Да. Ну, с Колымой различия есть? Есть. Минус 40, конечно. У нас там градусы в минус 40 там. А здесь сегодня? Очень холодно. А здесь, ну, теплее. Первый рабочий день совсем не скоро. Еще есть время и устать от отдыха. Но не всем. Сразу после Салюта Красную площадь закрыли на уборку. Ведь уже сегодня часы на Спасской башне снова пробьют 12 раз. И этим боем завершится первый день уже наступившего Нового года. Василий Мальцев, Михаил Девяткин, Вести. Настоящий день.